Всем сестренкам и всем братишкам привет! Как я обещала, я выпускаю повторное видео. Это, так скажем, перезалив видео, которое уже было на моем канале под названием «Итальянское барахло». Но благодаря жалобам от Анны Якименко и Елены Ричарди это видео было удалено, поэтому я делаю целых два вместо одного. Но прежде чем мы начнем, я предлагаю вам подписаться на этот канал и поставить лайк. А если вы хотите меня поддержать, то отметьте это видео в одной из своих соцсетей, например, в инстаграме. Буду очень благодарна. Ну что ж, а мы и начинаем. Здравствуйте, это я, Лариса Гузеева и вы смотрите «Давай поженимся». Сегодня у нас в гостях очередная эскортница, пь, господи, очередная участница, учительница и Зоя из Великого Новгорода, Анна Якименко. Я блогер-стилист. Аннушка спит и видит, как уехать за бугор и выйти замуж за очередного лоха, за очередного жениха, который ее осыпет богатством. Мы постарались и нашли таки этого заморского хрена, этого заморского жениха. Цибуля, давай, выходи. Ой, господи, ты же по-нашему не бельмеса. Как тебя там, луковка, лука, комцумир, комцумир? Ах, хрен, все равно ничего не понимает. Ага, ага. Ну так что, Аннушка, что ж ты можешь в этой жизни-то? Ну что я могу? И могу гардероб разобрать, посмотреть, какие у вас носки лежат. А где жених-то? Да пес с ним, а. Анна Юрьевна Якименко, 1986 года рождения, из Великого Новгорода. Окончила Новгородский государственный университет по специальности учитель ИЗО. Имеет сестру Александру. Продолжала бы Анна и дальше трудиться на благо Российской Федерации, если бы не в 2013 году вышла замуж за жителя Италии Луки Матана или Матана. Фиг поймешь. Именно этот замечательный факт изменил жизнь Анны, которая открыла в себе талант стилиста. Но не стандартного стилиста, как мы привыкли видеть. Например, как Александр Рогов или Влад Лисовец. Или даже, возможно, как Мариана Елисеева. Нет, 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 нет. У Анны даже появилась своя подпольная кличка. Черно-белый телевизор. Потому что одевает своих клиентов по хорошему правилу советских школ. Черный низ, белый верх. Ну или наоборот. Это, видимо, воздух Италии такой. Или что-то им там воду подмешивают. Потому что все наши бывшие соотечественницы, которые попадают на итальянскую землю, превращаются в стилиста. Так и с Дашей Камаловой было. Кстати, в ее случае колдовство закончилось в ту секунду, как она приземлилась в Москве. И карета превратилась обратно в тыкву. Сюда же можно отнести Яну Скворцову, которая при попадании в Италию всем предлагала услуги байера, стилиста и даже разобрать ваш гардероб по косточкам. Леночка Осипчук Ричарди там же. Нахождение Италии под задницей делает из вас специалиста во всех сферах, что касается моды. Хотя до этого ты даже мизинчиком ноги в этой специальности не была. Хотя вот в этом видео Аннушка говорит обратно, что ее карьера стилиста и хозяйки Шурума была задолго до встречи с Луковкой Лукой. Что попала она в Италию по работе. Касаемо того самого магазина, в котором она была владелицей. И торговала разными аксессуарами для женщин. И что даже при встрече с судьбоносным итальянцем она не закрывала его, мол, самостоятельное и независимое. Хммм. А вот в госреестре написано немного другое. Точнее, вообще другое написано. Что с 2010 по 2013 год у Анны была ИП по оказанию парикмахерских услуг. Это, кстати, подтвердил вот этот комментарий в инсте ее подруги. Где новгородская певица благодарит ее за хорошо сделанный макияж. Если полазить по нашим интернетам, можно найти стилиста на свадьбу, которая делает макияж и прическу Анна Якименко. И ни слова про торговлю. Если Анна предлагала своим клиентам заколочки и ободочки, это еще не является шоурумом аксессуаров. Кстати, закрыла на эту ИП-шку ровно в тот год, как вышла замуж. То есть, самостоятельности хватило ненадолго. Ну, в принципе, с одной стороны, логично. Ты покидаешь страну и закрываешь там все, что касается деятельности, которая была до этого. И все было именно так, пока не поперла на ютюбе. И у Анны рождается гениальная идея. С обычных рассказов видео начать делиться своим неповторимым опытом несоставявшегося учителя ИЗО и бывшей парикмахерши с людьми за деньги. Аннушка начала штамповать свои курсы. Как подобрать черное к черному, белое к белому. Ну, вот. Ну, и что я говорю. Вот участие на следующей неделе, день рождения. Нужно, я же как-то уже это, приготовилась вот себе, навела красоты. Вот Анна сказала, что стилист нужен. Вы по адресу, да. Я стилист. И вам тут даже стилист не поможет. Что якобы так сейчас никто никуда не ходит. Я хочу, я хочу. Я же уже готовлюсь. Я уже челку карса на себе начесала. Я уже все самое красивое. Вот тут вот золото, вот тут цветы. Вот тут вот всего набрала. Платье себе. Вот самое красивое купила. Малиновое. В синих цветах. Что скажете? Нет, малиновое платье нельзя. Цветы? А что, золотая сумка тоже не пойдет? И золотые сумки тем более нельзя. У червички красные-то я оставлю. Красные сапожки можно. Ух, слава богу, хоть это можно. Ой. Только черный. Только черный. Серый низ, черный верх. Черный низ, белый верх. Все. И периодически пересказывала книжку Аннушки Рис «Умный гардероб», откуда и была взята большая часть ее курса. В 2018 году Анна открывает новую фирму. В Италии, подумали вы. А вот нет, не угадали. В России. И все в том же родном Великом Новгороде. Для торговли по интернету, как написано в основном виде деятельности. Удивительно? Еще как. Почему же не в Италии? А точнее в Милане, где она живет? А вот вопрос. Просто налоги в Евросоюзе очень огромные и государство сильно контролирует выплату этих самых налогов. Чтобы обойти это все, Анна делает фирму в России, где налогообложение намного проще. Именно туда, видимо, идут доходы от просмотров с YouTube. Так как в Италии блогинг является коммерческой деятельностью и обязан облагаться налогом. Это, кстати, многих блогеров касается, не только итальянских. Не только Скворцову, которая числится там как малоимущая семья и получает пособие в 60 евро. А все деньги на Биркин, видимо, уходят на пенсионную карточку мамы Люды. Так же делает Анна Купер, которая так же не платит налоги от YouTube и получает пособие как малоимущая. А налоговая в Италии, кстати, в курсе про такую схему. Эта информация про ее ИП, точнее, ННН, все там окр-бы-кр, должны быть на ее сайте. Так называемый договор оферты. Но вы его там не найдете. Что, кстати, тоже является нарушением. А найдете вы его на левом сайте под именем Анны Якименко, но с приставкой school. Я лично на это потратила много времени, чтобы найти этот договор. Я думала, итальянский муж мог объяснить лучше о законах той страны, где ты находишься на птичьих правах. Так же вовсю шепчется про какой-то патент, который Анна зарегистрировала специально для курсов. То запатентовала Анна собственный уникальный подход по разделению цветов, техника художника называется. Это когда нужно прищуриться, чтобы лучше стала понятна контрастность цветов. Про эту уникальную технику знают все, кто учился в художественной школе. В том числе и я. А еще художники иногда прикрывают вот так вот руку и тоже прищуриваются. Это чтобы восприятию цвета не мешал лишний свет вокруг. Оказывается, хитрющий прищур Анны в видео – это всего лишь уникальная техника, а не плохое зрение. Ну, кстати, нигде ни слова про этот патент я так и не нашла. А он должен быть на ее сайте и там, где зарегистрирована ее ИП. Но ни на русском, ни на английском, даже ни на итальянском, ни слова про патент и Анна Якименко. Я хочу видеть номер и дату регистрации этого патента. Пока это все лишь слова. Кстати, про Италию, Милан и итальянского мужа. Кстати, к резюме самого Луки произошел метаморфоз после первого видео, которое удалили. А жалоба была в том, что я там свечу в физиономии любимого кошелька. Ой, мужа. И Лука поспешил переименоваться и удалил свое фото в собственном резюме. Вот так оно выглядело до моего видео, теперь выглядит вот так. Луковка, если Анна не одержит тебя в заложниках и тиранит, ты станцуй нам в ТикТоке, как Бритни Спирс в чем-нибудь желтом и мы прибежим тебя спасать и обещаем отстегнуть от батареи. Вообще, до встречи с Лукой Анна не выглядела как лухарный стилист и не светила гермесиными и подарками на камеру. Но подписчики скажут, все вранье и зависть. Анна на все лухарное барахло сама заработала. А про то, что сама заработала, я, пожалуй, соглашусь. Курсы за немалые деньги приносят свои доходы. Да и разбирает она гардеробы клиентов за всего лишь до 350 евро в час. Нехило так для образования учителя ИЗО. И может себе позволить коллекционировать коробочки от гермесины в своей гостиной. Но это опять история про мужей, что когда бюджет семьи делится по принципу. Зарплата мужа – наша зарплата, мои доходы – это мои доходы. То есть Аннушка не платит ни за квартиру, ни за машину, которая, кстати, тоже имеется. И за коммуналку в Милане она тоже не платит. Да ни за что. Короче, она не платит, кроме своих хотелок. Так почему бы тогда не покупать всякое разное лухари? По этому принципу и Даша Камалова в Италии завоевывала. А потом с пеной у рта доказывала, что все купленные сумки – это мои, мои, мои. И чеки есть, и кровью где надо подпишусь. Я опять задаюсь все одним и тем же вопросом. Когда наличие Италии делает вас профессионалами? Не образование, не опыт, а просто потому, что ты в нее попала, и вокруг тебя есть магазины от Версачи, Гермесин и еще кого-то, делают тебя крутым специалистом в стиле и том, как одевать людей. Или ты прочитала даже целую книжку в интернете от Анну Шкирис. Тем более в плане Ани, где у нее вообще в ее разборах присутствует три цвета – белый, черный, серый. Если вам повезет, она добавит бежевый. Я за то, чтобы отдавать деньги специалистам, когда у тебя есть опыт, ты можешь на что-то ориентироваться, и желательно есть профобразование, уж ладно, хотя бы курсы. Ну и, Анна, давай уже заканчивай нарушать законы, вся информация о твоей деятельности должна присутствовать у тебя на сайте. О том, что у тебя зарегистрирована фирма не в Италии, а в России. Я напоминаю Анне лично, что нежелательно кидать в мою сторону жалобы, страйки или еще какие-нибудь какашки. Иначе мне придется снимать про всю твою жизнь и любой пук в атмосферу еще и целый сериал. А это ведь только первая часть. На сегодня это все. Не забывайте делиться обязательно этим видео, ставить лайк и переходить по ссылке в описании под этим видео в мой телеграм-канал, потому что очень много интересного происходит там. На сегодня это все. Всем сестренкам, братишкам, пока. Субтитры сделал DimaTorzok